Это если касты не поставлены, это олд-скулов такое. Да-да-да. У нью-скулов такое невозможно. И начать драку очень трудно, прайс-гейминг. Как бы они драку не начали, ставится палка пугны, и все умирают. Лишь шаг без БКБ не работает, легенды не работают. Да, Глубик не работает. Кастить не хотят. И ты вроде бы уже идешь давить, но тебе нужно оформить БКБ. Оформить БКБ первым артефактом не хочется. Хочется нафармить какую-нибудь манно-реген, хп-шечку, инту. Жир, да. И сжать ее там на 15-20 минуте не хочется, в итоге справа красота. Справа очень красивый пик. Ну и ВП, я думаю, насчет последнего. Ну, сейчас добьют для эпилептика как раз еще героя, которые в лейте, чтобы перестраховать. Хотя они могут опять же без коров играть. Физурон, пожалуйста, в студию. Я жду Паэла. Я жду физурон. Паэл против Решрака такой себе. Плевать. Не очень. Так мы только что говорили о том, что если Тараска есть, то все ок. А? Ну, это если Тараска есть, то понимаешь, их пойдут сносить. Тут вопрос для ВП. А, Луна. Не как бы убить Тараска, а нужно просто... Что это? Это что-то новое. Ну, герои на подпуш это раз. И во-вторых, перестраховаться, если в лейте игра будет. Да, хороший лейнинг. Подруга может смело идти вперед, потому что убить ее здесь проблематично. Сильного бурста у Прайс Гейминг нет. И любые врывы с Легион Коммандор будут контриться Грейвом и Декрепифаем пугные. Почему не ЦК какого-нибудь поддазла? Ммм, потому что надоело ЦК. ЦК рисковый. Луна более... Луна менее рисковая, чем ЦК. Логично. Логично, Дима. Ну, я просто не видел миллион лет. Луна универсальна. Луна хотя бы универсальна, чем ЦК. ЦК может наткнуться. У него, во-первых, с Лешироком уже проблема. А еще там второй герой может появиться, у него тоже могут быть проблемы. Справа красота пишет. Я же тебе говорил, что они будут экспериментировать. Да, они экспериментировать. Кому это надо? Кому это надо? Вот. Один-один. И таких героев не в каждой игре видишь. Что Пайсон делает против Лунялы? Ну, вообще, они решили залынить. Опа! Мапа. И мысль интересная. Кто у них играет на Мапа? Вот вопрос. Не, Роман. На Мапа. Не, Роман. Не, Роман, по-моему, играет на всем. Кстати, да, я видел его Мапа. Не, Роман. Кода четыре назад, мне кажется. Мне пора кажется, что ему скрин говорит, ты играешь на этом герое, и даже не спрашивает. Уменьшили нет. Просто дает. Потому что за его карьеру он, по-моему, на всех героях играл. Вообще на всех. Коэффициенты от нашего партнера полиматча. Пятерочка на прайс и 1.15 на Virtus Pro. Поверили. Вера пошла, да, в прайс. После предыдущей карты постепенно коэффициенты на прайс снижаются. А мы, друзья, отправимся к нашим замечательным комментаторам вот туда. Я бы сказал, что это не вера снижается в Virtus Pro. Скорее... Увеличивается вера на то, что VP могут опять порофлить. Вот как-то так, что они уже... Ну, три игры слишком легкие. Даже в третьей они позволили себе вот такой фит. И четвертая игра уже... Ну, уже начинаешь расслабляться. Уже допускать какие-то дурацкие ошибки. Прошлая карта была показательна, когда просто ребята рофлили, бегали по одному. Там что-то веселились. Потом в конце собрались и закончили игру. Тем более, с одной стороны, конечно, да, пик у Virtus Pro прочный. Такой надежный. Есть и подсейв. Даже два подсейва. Но, с другой стороны, Луна – это вот такой как раз таки персонаж. Очень немобильный. Нет никаких способностей, в отличие от Марфа, на то, чтобы быстро переместиться через полкарты. Еще важнее будет позиционка. И здесь, конечно, интересно будет посмотреть. Ну и Мепарь. Мепарь, в принципе, неплохой герой против Луны, как мне кажется. Да и против Пугны тоже. То есть, вот этот вот урон с ультимейта, он будет распличиваться по всем Мепарям. Урон с Глейвов будет поглощать вот эти вот иллюзии Мипа. Но, с другой стороны, непонятно, как драться тому же Лишаку сейчас под Вардом Пугны, потому что его будут стирать. Опять же, тут очень много героев. Но, как и говорилось, да БКБ нужно дожить. Тут много, тут много будет моментов. То есть, вот опять у нас есть Чен, на котором будет играть скрин, мы уже видим. И есть Рубик. И вот наверняка Рубика будет опять супер жадный. Но, в принципе, это и не так плохо, потому что Рубик со шмотками – это сильная штука. Тут очень важно будет, как начало проведут. То есть, если этот Чен с Рубиком поддушат, Мепарь возьмет хороший старт, то там реально всякое возможно. Потому что Мипа просто прыгает. Ну, за сноубольный Мипа он стирает вообще всех. Там для него не важно, есть декрип или нет, потому что он взрывает в декрип даже лучше. Для него вообще абсолютно ничего не важно. Но нужно взять хороший старт, и играет Ватсон у нас. Да. И это так. Ну что ж, давайте посмотрим, какой здесь будет Мипа – хороший или плохой. Ну, здесь, да, и к Мипа тоже есть некоторые вопросы. То есть, и к его команде, и в целом к тому, как игру построят. И, конечно, к самому Мипарю. И к количеству пауз. Потому что у нас прошлая игра тоже начиналась с достаточно продолжительной такой паузы. Надеюсь, что здесь будет не так долго. Оба. Вот так могешь? На бочке? Ну, могу. В принципе, в теории я могу встать на бочку. Но с большой долей вероятностью придется сразу же следом вызывать скорую помощь, потому что я себе что-нибудь сломаю. Прокатиться вперед. Смотри, у него еще на голове какая-то штука. Вперед могу, в принципе, прокатиться. Что мне на голове? Шапка. На шапке это льдышка. Ну да, типа ледяной сет. Ледяной сет. С ума сойти. А у меня паряк кристаллический. Угу. Вот он, вот он. Брюмастер. Ну а же кобальт, правильно? Он же копал там какие-то ископаемые. Да. Ну, изначально вроде как кобальт. Да, да. А они постоянно что-то копают в шахтах и орут, не трогай свечу. Не трогай. Вот. Так. Ну а здесь Нуван, конечно, на пугне. Резолюшн уже зашел на фейс-чек. Встретил скрина. Скрин, как обычно, себе уже прикупил хедресочку. На ченах это любят делать. Крайне полезный артефакт. Да, это под его ауру очень крутая штука. У меня сейчас заиграла просто в голове эта музыка из Не трогай свечку. Трейлер. Я его в свое время пересмотрел раз, наверное, в 500, мне кажется. Я тебя немножко сломал? Ну, пока еще нет. Я пока держусь. Я прогибаюсь, но не ломаюсь. Сейв зашел. Посмотреть, что у нас тут. Можно будет подворовать, может быть, как-то баунти руну. Ага, ага. Рубик. Главное, к Рубику слишком близко не подходить. Эпилептик на луне. Так, так, так. Так, Соло. Выходит пока что ничего не кидает в Йоку. Йоку отступает. Сейв идет до конца. Есть то. Скидают на Соло у нас Йоку. Йоку прокачал фейтболт. Молодец. Пайзентач. И еще один удар. Сейв забирает первую. А нет, Соло. Соло забирает первую кровь. Да, при этом с баунти рунами немножко сначала не разобрались, но потом разобрались. 2-2 по баунти рунам должно быть. Йоку здесь, конечно, загулял. Еще и поспешил прокачать фейтболт. Возможно, на линии он ему пригодится побольше, но вот. Ага, вот так. Продолжают здесь разминать. Но не взял сапог, взял себе вот так вот. Много подригенов различных. То есть есть Рубик с быстрым сапогом, так называемый. Но здесь очень непросто. Еще и легионка взяла отцы. И с отцами она не может диспейлить вот этот яд. Убегает. Опять тяжелая ситуация. Да, и сейчас будет Соло вместе с сейвом пытаться легионку напрягать. У Солыча, опять же, имеется Блайстоун. Минус армор он дополнительно накидывает. И пробивать легионку можно. А чем плотнее героя, как правило, тем приятнее. Дольше продолжайте этот poison touch. Ты постоянно харасишь его, обновляешь. Да, poison touch супер важная штука. Именно обновлять постоянно. Оооооо! Просто Нуан взял и убил курьера. Очень неаккуратно сыграл мипарь. Это супер ошибка. Есть перетяжка от скрина. Будут всячески сейчас пытаться забрать кого-то у команды Virtusprobe. Потому что здесь Соло вместе с Эйвом хотели не дать пофармить легионки. Соло на получал прилично по лицу. Да, но добить его не хватило урона. Да, когда ошибся, мистер Ватсон просто взял и отдал Курьера. Курьер очень важный ресурс, особенно для Мипа. Потому что мы видим, что у него все, два тапочка, больше ничего нет. Там ни в Рейзман себе не докупишь, ни Регена не принесешь, ничего. А тут тебе еще постоянно харассят, кидают декрепифай под крипов, не дают ласхитить. Поэтому у Мипа проблемы, центральный. Да, сам себе устроил он здесь веселую жизнь. Да, и вот теперь мы понимаем, что он будет вот так вот стоять и грустно смотреть. Да, он, видимо, улетает на базу. Он третий получил как раз клон. Заместителя своего оставил на лайне, вернется потом сюда же. Сверху продолжаются у нас Мансы. Эпилептика тут преследует легионка. Чен вышел. Ну, кстати, вот неплохо то, что эпилептику реально сложнее фармить в такой ситуации. Какой-то круговерц завертели здесь. Да, но с другой стороны, нет смысла оберегать лишь рака, видимо, на нижней линии. Потому что он и так себя будет хорошо там чувствовать. Должен против Мастера. Да, типа как бы проблем не будет, поэтому есть смысл, да, в перетяжке. Триплой все всяко лучше, чем стоять, чем даблой. Когда тем более дабла команды ВП тебя постоянно давит. Кстати, соло загулял. А вот был бы телекинез, можно было бы и сделать фраг. Да, причем этот фейтболт, ну, не так часто использует. Йохов все хочет ластхитить. Ну, да. Но скоро второй уровень. Скоро второй уровень. Вот, ага, прикольно. Мое! Прикольно, да. В казну забирает себе, на, еще две голды сюда. Второй левел все еще нет. Да, заюзал одну манго, чтобы пополнить ману. Ну, сейчас посмотрим, то есть к такому Рубику всегда вопрос, что он сделает по игре. Все, вот он так, в этой игре он прям нагло ворует. Тосс, отличный. Может быть сейчас закидывает нас легионочку, получает презентач от соло, но бить вряд ли удастся. Да, появится пресс за атак, и уже этот презентач не будет работать совсем. Вот, на самом деле, для Дазла конкретно легионка это очень неприятный персонаж. Пресс за атак снимает презентач, ты на линии уже особо не можешь напрягать. Все еще первый Рубик. Как же ему плохо. Да, Рубика еще разминают здесь неплохо. Накидали ему в спину, но регена очень много у Йоку, поэтому, если что, флазочку заюзает. Да, ну и коэффициенты. 6.25 на эту карту. Я бы вообще пока не спешил, потому что Мепарь выровняется на миде. Лешрак стоит хорошо. Но легионка сейчас стоит гораздо лучше. Решение перетянуть Чена наверх было абсолютно верным. На 99.9. Так, стаки. Важно, хорошо. Красиво, да. Все получилось. Возвращается обратно на линию. Да, ну а здесь особо ничего интересного нет. Продолжает фармить Лешрак. У него 21 на 8. Резолюшн тоже свое имеет. 15 на 2. Там все, в принципе, равного. Есть нападение на легионку, но вот презентач уже спасает. Мы видим работу. Снимает себя дебаф. Неплохие отзе откинул, но все равно погиб. Ну, он прям уж совсем куда-то залез. Не туда, куда нужно. И суппорты его были вообще здесь. Мог спокойно на линии фармить. Ну, видимо, Йоку прогнал. Да, вот нам показывает наш обсервер забавную, в принципе, ну, логичную ситуацию, когда вот так вот отдаешь Курьера, что Мипа подфармливает Леса на лох-эпэ. И у Пугны на линии просто фрифарм. Ну, Курьер возродился. Я думаю, здесь скорее просто Мипа не очень хочет лезть на этого Пугневича, учитывая, насколько быстро он может фармить Леса. Он там вышел, пару пуфов сделал, линию пропушил, там, пачку крипов забрал и ушел. И главное, чтобы он на этих лох-эпэ там Пугна не пришла, не нашла и не убила. Ну, в любом случае, видно пока что Нунчика на линии. Так, баунти, руны. Ой, Соло еще аккуратнее надо. Йоку забрал здесь. Да, Соло достаточно битый, не успевает. Бежать еще будет бодиблок. И фейтболт будет еще. Нет, стики. Стики, шрайн. Ну, это тоже неприятно. Шрайн вынужден использовать Соло на одного себя. Там в какой-то момент могли и Кору понадобиться. Ну, сейчас для него хорошо. В миде, возможно, будет драка. Там сейф выходит сейчас в спину. Дабл дэмэдж есть в наличии у Нуна. Он подпушивает под катапульту, да, и сейф выходит очень грамотно. При этом Солдж развлекает двух суппортов наверху. И Ватсон уходит. Но! Есть шестой левел у Нуна. Могут забрать. Могут забрать одного. Мипаря, да, вот его тосают. И мипа успевает откинуть сеточку. Эваланш. И уже никуда, никуда туда не уйдет. Только в таверну. Вообще, опять же, не прочитал вот этот выход. То, что сейф куда-то с линии скрылся. Йоку приходит под дэнайл катапульту. Сейчас еще не дает. Не дает Нунчик и... Все грамотно делает. Еще один бласт. Падает пачка крипов. Тавер продолжает пушиться. Йоку не... Все, что может сделать, это сагрить крипов на себя. Отвести подальше за таверу. В это время резолюшна пробелись здесь неплохо на нижней линии. Шестого левела все еще нет у Брюмастера. Есть Эваланш на Йоку. Опять нападение. Подтянулся сюда Соло. Втроем могут забрать. Да, Йоку скорее всего погиб. Хотя приходит Мепарь сейчас. Сетка нет. Йоку погибает. Но будет ли еще какие-то... Сюда есть перетяжка. Есть перетяжка от Лешака. Сюда также летит уже Ичен. Погибнет Нун. Погибнет ли Нун? Хорошо. Должен, должен погибнуть. Он пытается убежать. Кэшбешный. Ему вспит. Да ладно! Не дожигает Нун. Да ладно! Как его не нашли? Просто красавчик. Размансил в лесах и ушел. А это была на самом деле ошибка от Лешака. Он посчитал дело сделанное. Уже куда-то побежал догонять еще героев. Не наказывают за ошибку. За вот этот дайв Virtus.off.price. Это очень серьезные потери. Если бы мы забрали, конечно, еще плюс-минус. Ровненько был бы атак, то вообще печаль. 4-0 счет в пользу команды Virtus.pro. Одно тысячу золотых они ведут. Лешак прилетел. Потратил кучу времени. Сейчас пешком бежит обратно. Вот только-только добежал. И Брюмастеру дал подфармить. И Пугна все очень хорошо. Ну вот с такие моменты, конечно, нужно доигрывать до конца. Так, есть смок от команды ВП. Отправляется соло вместе с сейвом в атаку сейчас. И, возможно, удастся найти опять Мипа. Потому что Мипа фармит леса. И прекрасно об этом догадываются. ВП, думаю. Под ультимейт Пугны можно попробовать еще раз. Вейл тем более имеется в наличии. Магический урон достаточно. Тавр упал. Ну вот что мы видим обычно в играх двух высококлассных команд. Только два суппорта уходят с одной линии. На другой линии начинается напрягалово. А мы видим... Соло фраг. Да. Соло фраг от резолюшена. В итоге что мы видим? Мы видим, что два суппорта уходят. Но вместо того, чтобы как-то напрягать кого-то, убивать, вообще ничего не получается сделать. Здесь еще находит Мипаря. Но Мипарь успевает отступить. В декрипе отходит. Хорошо пуфнулся на себя. Не хватило немножко урона, чтобы его забрать. Но в любом случае начинает напрягать ВП уже. Мипа пока что по Нетворцу не очень-то себя хорошо чувствует. 2 500 всего лишь. Даже легионка больше имеет на линии. Мипа вернулся обратно. Опять ВЛ получил. Будет тос. Декрипи Пай. Под ультимейт Пугны не хватает урона. Мипа успевает улететь. Так, Лишрак сюда приходит. У Сэйва уже нет маны. Но получается замедление очень серьезное. Мистер Джейсон пытается догнать Дазла. Увеликательная погоня за Дазлом. Дазл вообще не парится. Бьет крипчиков. Да даже если погибнет Соло, ничего страшного. Это в принципе более чем справа. Это Виртус Проза, него не так много дадут. Молния залетает. Но Соло-то уже на своей половине. Сюда еще стянулся и скрин. Здесь Йоку. Есть там по-двоим, кстати. Хороший от Джейсона. Заберут Соло. Соло погибает. Да, Соло здесь слишком, может, далеко. Там еще личная армия Чина идет в виде големов, которые могут сейчас неплохо накидать. Но Нунчик уже далеко. Его не подцепить. Так, ну что, 4 в Рейсбэнда. Дальше ПТ для Мипа. В это время Тавр упал на верхней линии. Продолжает фармить здесь Легионочка. Ничего Соло, конечно, один не может ей сделать. Как там дела у Эпилептика? У Эпилептика 3-300, 3-400 практически. И он уже на нижней линии находится. Подпушивают ее. Также 2 в Рейсбэнда плюс ПТ. Ну вот не должно быть такого, не должно быть такого, что одна команда двумя спортами уходит с линии там на минуту, и другая за этот момент ничего не делает. Джейсона нашли. Да. Бим минус. Очень быстро забирают здесь Лешака. Напоминаю, что это Кэрри Лешак, который фармит. И убегает отсюда Легионка. Тавр падает. Да, очень легкий Тавр. Причем, кстати, мне нравится раскачка Эпилептика. Он вот не стал вбивать все в фармобилд. Точнее, в атакующий билд. Он даже ультимейт не взял. Он взял Ауру и Глейвы. И теперь он может быстро фармить. За счет этого Луна сейчас гораздо быстрее нафармит свои шмотки. И опять же, вот приходит Лешак, он стоит секунд 10, смотрит на эту Луну. Пока он стоит, смотрит, его приходят, забирают. В миде есть дуэль. Очень разобрать. Соло. Хватит ли урона? Должно хватать. Нет, нет. Немножко не хватило. Не прокнул в момент кураж. Так, камень. Так, а здесь скрина наказали. Нунчик тоже его быстренько стирает. Хорошо. Крипов бы Чен еще позабирать в идеале. Слишком простой фраг получился для Нун. Он просто подошел. Если Дазл забирали втроем. Как и до этого на Лешраке, в принципе. Герои достаточно хлипкие. ВЛ накидываешь, и урона очень много. Стираешь буквально сразу. Сейв позиции. Видит Йоку. Неужели будет по Тауэр нападение сейчас от команды Virtus.pro? Тут у нас Мипа неподалеку. Армия Чена тоже. Рядышком потягивается Соло. Армия Чена побежала вперед куда-то. Да, будет выход на Йоку. Йоку забирают очень даже легко. Все, они уже, по-моему, проиграли эту игру. Потому что Луна фармит, бешено апает свой Нетворс. Мипа при этом зажат где-то на базе. И они еще умудряются и пушить. Я не вижу, как такую игру, в принципе, можно выиграть, если вот так вот играть. Да, обычно ты с Мипа привык видеть игру, где Мипа, наоборот, сноуболец как-то по игре. И ты всеми силами пытаешься его остановить, чтобы он тебя не давил. А здесь обратная ситуация. Поэтому здесь полностью согласен. Непонятно, как возвращаться. Да, ну, пришла Легионка, кидает Отцы. Ну, а что толку там? Имеется ультимейт, если что, Убрио. Поэтому драться не самый лучший вариант. Сейчас Сейх тоже неподалеку находился, в лесу. Все просто пошли. Проставили все варды абсолютно. Луна прогоняет Лешака сверху, продолжает фармить. Лешак прилетает вниз. Но не то, чтобы там много было фарма. Тем более, там Мипарь уже все формирует. Тут вообще непонятно, как зацепить. Украл Клэп. Солчи можно подцеплять. Да, через Телькинез, через Дуэль. Ну, хорошо. Плюс дэмэдж. Да, это как-то уж очень... А вот Тебрю разложился на ультимальтивную. Но Резолюшн здесь пока что один. Станец Крина в итоге набегает Нунчик. Нунчик может забрать Йоху, например. Да, из Йоху высасывают жизнь. Но Нунчика бьют. Нунчик танкует. Нунчик делает первый фраг. Но он сейчас может сам погибнуть. Он очень набитый на ЛОХП. Да, он погибает, отдает стрик. Хорошо, один в один. Здесь драка. Дальше продолжается замес. Погоня за скрином. На хосте у нас находился сейв. Скрину забрали. Фраг забирает эпилептик себе. А здесь у нас Мипа учевает. Чего вообще Мипа тут делал? Я тоже не совсем понял. Почему пока шла драка? Мипа просто фармил крипов. И вообще, зачем тогда он сюда пришел? Но в целом не такая плохая размена, учитывая, что Луна подключилась. Там Мидера на Мидера поменяли двух саппортов на одного саппорта. Мипа фармил. В конце, правда, пришел одним клоном. Чуть не умер, но да ладно. Луна с барабанами начинает давить. Да, вот попробуй остановить теперь эту машину. Когда там Брюмастер и Тинни под Луну, у них очень много хитпоинтов. Так, Чен, призывай Мипаря. Мипа. Мипа могут забрать. По-моему, заряд его призвал, братишка. Я понял, да. Вот что делал Мипаря. То есть он как бы и не спрашивал. Его никто не спрашивал. Просто вызвали. А, это, ну, я понял. Шеф вызвал на работу. Да, да, да. Борись, Борись, ты должен бороться. Короче, Мипарю там надо, есть такая галочка, отключить помощь союзников. Есть, есть такой, да. Есть дуэль также, кстати, в резолюшнах. Хватит ли урона, чтобы его забрать? Да, хватает. Плюс еще демэдж для легион-коммандер. Но здесь уже нун. Очередной бласт, ультимейт. Эволэнш накидывает сейв. Рубик, что там соворовал, тоже ворует Эволэнш себе. Эволэнш. Ну, так игра начинает растягиваться. Конечно, вот подобные вещи с призывом Мипаря, наверное, лучше не делать, потому что у меня ощущение, что в первой драке Мипарь, в принципе, не понял, что его Чен призвал, потому что он побежал куда-то там на бесконтролочке. А во второй раз, ну, да, скрин там феерично все сделал, захилил уже мертвого Мипа. Я просто вспоминаю, знаешь, эти игры из паблика, когда какой-нибудь Чен, либо Ио, который тебя цепляет на релакейт, отвозит на вражескую базу. Да, да, да. Без твоего согласия, в принципе. Возможно, здесь то же самое было. Ну, то есть какой-то план был, но и Мипарь его не понял, и скрин его не понял, ничего не успели сделать, команды не было рядом. Тем не менее, пока 4000 еще можно играть. Но это пока. ВП уже внизу, готово забирать также Т2. И никто, похоже, Тавр защищать не собирается из команды Прайс. Тавр достаточно быстро упадет. Лун тоже четвертые главы имеет. Так могут и Т3 поковырять немножечко. Ну, там подцепили у нас сейва. Ну, как подцепили. Сейв еще далеко. Он бежит, у него будет тос на крипов. Да, не трогайте меня, говорит, до свидания. Да, хорошо. Еще и стакнул Кэмп, если что. Насколько все хорошо сделано. Он бежал, как бы Кэмп еще застакать. О! Опа! Ой, солочь. Так, накинули Пойзон Тач. Сбить бы, конечно, на ТП как-то. Но вот этим мипарям нельзя их отпускать. У мипарей проблемы. Дает сеточку очередной мипа, да. Но здесь уже нечем под контроль. В миде Йоку, его окружает с двух сторон. Выходит Нун, ставит Незерварт, ультимейт от Эпилептика и минус Йоку моментально. Как-то очень игра растянулась. Я вообще не понимаю, где кто нападает, где кто кому вообще в тыл выходит. Значит, ну в итоге в плюсе оказались ВП. Как, в общем-то, и всегда. Забрали Рубика, могли еще забрать там сверху, подцепить мипаря. И 15-ая минута баунтируны. Выход сейчас. Ну, как раз под них смог, да, хотят... По-моему, спалились, да, сейчас. Получается, что в смоках отправились игроки команды. Получается, что да, но... Но это не останавливает Эпилептика, да? Или останавливает? Он тоже в смоках. Он тоже в смоках. Ну вот сейчас увидел, что был выход как раз в его сторону. Хорошо. Две баунтируны сверху должны были еще забрать Вирту Спроид. Это значит 3 в 1. И это еще плюс денежки. Уже 5000 преимущества ЗВП. Отлично. Луна вообще не парится. Она просто фармит. Она фармит, вносит свои артефакты, аппорт уровень. А зачем ей что-то делать, если команда и вчетвером без нее справляется? По-хорошему. Действительно. Как бы. Логично. Потом придешь просто оверфарм со всеми артефактами. Вот выход на Луну, но здесь резолюшн. Резолюшн и есть ультимейт. Он еще там... Ну, а кто прыгать? У Легионки, я так подозреваю, нет Даггера. Нет, нет, ничего нет. И четыре героя просто постояли командой прайс, пожали плечами. Че, кто будет врываться-то? И в итоге развернулись и ушли. Вот он с графиком фармами паря. Он глубоко на дне. По идее, он должен быть в этой игре в обратную сторону. Ну, по-хорошему. Если ты хочешь победить, да, я имею в виду. Но нет. Но тут выход на Т1, да, нормально такой бус. Я помню, один раз играл как-то мид один на один против Лешака. И парень так же забежал, сломал митауэр и выиграл. Круто. Я даже не знал, что так можно делать. Но я только начинал тут играть. Вот, ну ладно. Так, у нас выход уже на Т3 от команды Virtus.pro. Начинает падать довольно уверенно Тавр. А как бы Тавр упадет, а там Луна вам сломает все, что дальше стоит очень быстро за счет своих глоевов. Так, в рюк подцепили. Вроде как драка, да, есть дуэль. Могут забрать резолюшн, но не сегодня, говорит Соло, не в мою смену. Раскладывается резолюшн на ультимативную и могут теперь еще наказать Легионку. Легионка получает бим, прожимая стики. За счет этого какое-то время еще живет, убегает даже до базы, но нет, не добегает. Что-то Мипа там бегает одним клоном, где-то непонятно вообще. Два клона при этом у него пушат линию. Фортификейшн, байбэк от Легионки. Мипарь подходит. Ну что, сейчас драка. Стоит Незервард, его нужно бы сломать. Сеточки поймали Сева. Ультимейт от Эпилептика на развороте. Начинает пробивать Легионку. Легионка остается без ХП. Убегает, набегает Сейв. Дает Эволен, что стоит на месте? Лешрака. Есть Телекинез, Сейва подконтролили. Сейв выживает. А стоит очередной Незервард. Его тоже нужно бы сломать. Поймали Соло. Соло. Соло погиб, скорее всего. Да, Соло погибает. Что с остальными? Эпилептик выживает. Нунчик убегает. Сейв дает еще один Эволенш Тосс. Чтобы спасти Ноуана, я так понимаю. Но и сетка не дотягивается пока что. Но много времени, конечно, тратят игроки и команды. Прайс. Ну и поймали только сейчас. Плюс дуэль. Ну и я так и не понял. Упал Барак? По-моему, нет. По-моему, устоял. Один Барак, по-моему, упал. Один упал все-таки. По-моему, да. На верхней линии. Да, один упал. Рейнджовый упал. Тем не менее, не так плохо получилось. Там Мипа еще и пропушил линию. Очень как-то криво заходил в драку. Опять же, очень медленно. Через Смит шел. Через Смит. Он там вообще бежал по шрайну. Я это не понял. Опасные ситуации сейчас для эпилептика. Его подцепил Лишрак. У эпилептика уже нет ультимейта. Ой, ну не знаю, не знаю. Там как бы еще опасная была ситуация для самого Лишрака. В это время поймали Резолюшн. Наказали. Но Нун там чуть ли и Скрин не забрал Соло. Немножко не хватило урона. Да, но не забирает. И минус Резолюшн. Скрин при этом выжил. Вард ломают. Луну также там заставили подраться немножко. Лишрак, конечно, закончилась мана. Он уже не в состоянии был с ней ничего сделать. Но шансы появляются. Мепарь 8500 стал. Ведь он был там на уровне Брюмастера где-то. Очень мало было. Теперь еще есть и Зерел Блэйд. Это еще плюс подсейф дополнительный для себя. Если у тебя кто-то начнет фокусить, тоже приятно. Для своих Мепарей имею в виду. И варды хорошие поставили атакующие. У них, правда, тоже все в вардах. Но ситуация равная в этом плане. И сейчас можно попробовать что-то сделать. Пока нет Блэккингбаров, Мепарь ворвется. Легионке бы какой-то зацеп. Зацепа не хватает. И вот мы видели, насколько Дазлу просто играть. Он просто стоит, жмет в последний момент на Брюмастера Грейв. И как его потом, что с ним вообще сделать, непонятно. Потому что контролить 5 секунд Брюмастера, не давать ему нажать ультимейт практически нереально. Легионка, куда ты друг один идешь? Да, очень странный момент. Странный. Я не совсем понял. Я думаю, я бы еще понял, если бы в спину как-то выходила команда. Но там не было никого. Так, могут сейчас еще и Мипа подцепить. Есть и Крепифай. Мипа пытается улететь, сбивает. Пуф. И отправляет в Таверну. Минус 2. Очень легкий. И он что-то себе прикупил. Я так понимаю, потому что на нее был байбэк. Нефтомернее он. Ну как это получилось-то вообще? Убивали Легионку, которая непонятно куда зашла. Мипа вообще не отреагировал. Что он там делал? Я вообще не понимаю, что делает Прайс. Они отдают центральную линию, по крайней мере прямо сейчас. Может 30 секунд в Таверне сидеть и Легионке, и Мипа. А Глифа нет. И это минус центральной линии точно. Луна сейчас начнет очень больно дамажить. Выкидывает Лешака. Стирают моментально. Он ничего не успел вообще сделать. Это просто я... Это просто там уже начинается фестиваль невиданной щедрости от Сейва, который закидывает все, что видит. Там и Крипы Чея налетят, герои команды Прайс, неважно. Все, что угодно. Все, что под руку попадет. Просто этот отрезок, это окончательно. Вот у нас что, первый матч был, где джентльмены во второй игре поплавились. Но это вообще какой-то ужас. Что делал Мипарь? Почему он стоял на миде, когда Легионку убивали и не отступил? Он что, думал, что за ним не пойдут? Слишком много вопросов к команде Прайс. Ну и даже если они все правильно будут делать, непонятно, как они будут пробивать. А, смок. Отлично, смок. Выходит Резолюшн, получает дуэль. Крест. Урона, скорее всего, не хватит. В любом случае, да, Мипа здесь уже никак не поможет. Тос, отличный. Эволенш по всей команде, практически команда Прайс. И сейчас Прайс должны разваливаться. Резолюшн все еще контролит. Не дает ему вкастовать ультимейт, а тут без ультимейта. Справляются. Клэп. До свидания, Мипа. Минус два. Грейв накинули на Эпилептик. Эпилептик живет. А вот Джейсон, к сожалению, не живет. Минус три. Минус три. Погоня за скрином. Скрин сломал Руна Аркейн, но погиб сам. Тимвайп. Ну, и? Ну, и пока не пишут ГГ. Нет. Рассчитывают на комбинейшн какой-то, я не знаю. Какой комбинейшн? Какой здесь? Здесь все уже. Да, сейчас будет падать трон такими темпами, и игра заканчивается. Логично. Здесь только там, я не знаю, скрин может комбинацию проводить своим игрокам какую-то двоечку, может быть. Нет, почему сразу двоечку? Я бы в плане какого-то нового ростера провел комбинацию. Это само собой, то есть мы ждем, безусловно, следующую игру. У нас есть еще игры прайс на этом турнире? Я, кстати, не уверен. Ну, мы в любом случае ждем новый состав, новая пятерка, новая жизнь, и надеюсь, что они к следующему матчу подготовятся. Но, конечно, вторые игры сегодня прям какие-то максимально странные. Хочется даже, знаешь, вот как-то зацепиться за что-то позитивное, да, там, как-то встать на сторону проигравшую, но не за что. Это просто все из рук вам плохо было на протяжении всей второй карты. Хочется зацепиться за автобус и уехать из студии домой после таких игр, как можно быстрее. Хуком просто под джаз лететь. Да, друзья, конечно, может быть и не самая зрелищная игра, вы все еще можете обсудить на datac2.ru. И, честно говоря, да, вот хочется оправдывать, как-то вот джем не нашелся, чем оправдать, а парни вот слева, может быть, смогут оправдать, да? Кого? Ну, прайсов. Мы можем похвалить УП. Давайте охотиться. Упил ту пугну, она идет, ставит палку, они начинают давить. Время на фармить БКБ нет, и просто стоит палка. Лешрак, 4 активных спыла, убивает сам себя. Бежит толпа мепарей, каждый кастует спл, каждый мепарь получает урон, и просто ты видишь каждый замес, как стоит палка пугной и в соло выигрывает драку. Просто одна, один Незервард. Да, но с другой стороны, прайсы пытались явно задушить быстро, да, этот мепарь это такой эксклюзивный пик. Ты когда пикаешь мепаря, против тебя должны быть герои супер пассивные. Которые любят пофармить, которые вначале не пойдут тебя пушить, не будут с тобой вначале драться. Дадут тебе пофармить лес, чтобы там ты расфармился карту. А здесь у тебя просто, на тебя уже летят на 10-й минуте и начинают тебя сносить. А мипа как раз-таки нужен вот этот задел, есть 15 минут, чтобы нафармить и потом убивать вот этих нерасфармленных там дроу рейнджер всяких. Вот таких вот персонажей. А у тебя Чен четвертого лоба, на 12-й. Ну да, я говорю, то есть Чен, вот у него фишка, да, что вот он на линии может отстоять нормально, допустим, но если вдруг там его пушат, если вдруг забежали в его лес, начинают убивать нейтралов, то вот реально чем ему заниматься, это вообще не ясно, потому что каждый раз вот он умирает, умирает весь его зоопарк, он уже зайти в свой лес, набрать заново зоопарк, конкретно Чен от защиты играть не любит от слова совсем, он реально... Мне показалось, или Ватсон сейчас своего мипаря лоу хп-шного притп-шал в драку, в смысле, а меня пупанул, я, может, конечно, не прав. Мне кажется, там отчаяние у парня. Вот, еще бывают такие моменты, что когда тебя пушат, мипарь может попробовать все это дело заспитпушить, но вот слишком хороший пуш-потенциал в виде луны с пассивочкой, ну и пугневича, они там вдвоем набрасываются, и база падает моментально. То есть мипарь даже вот в этом моменте пытался справа как-то посвитпушить, но очевидно, что урона у ВП достаточно, чтобы заставить мипаря идти драться. Еще бывает так, что ауе маловато, и вроде бы мипарь, может быть, и заработает, но тут ауе достаточно, то есть здесь и тени может насыпать, и брюмастер заходит, клапает, и пугно кастует бласты с маленьким кулдауном, и по итогу, если мипа не обрастает хп, он просто не успевает купить арфак. Я его скрин стилил по крепам, вот линжевик бежит, гонит, просто вставай. Иди, малыш, давай, хорош. Вообще норм демидж, чё? Ну да, это реально очень печальная история для Чена. Не знаю, скрин просто уже драфтит на протяжении где-то в районе миллиарда лет, вот, и, не знаю, периодически делать так или азоиды, например. Ну да, давай защитим его, что скажем, что у него каждый раз новый состав, там нужно подстраиваться под ребят. А причем этот состав, когда ты драфтишь. Ну ты же отталкиваешься от того, чем играют твои тиммейты. Ну, ладно. Ну хотя бы иногда. Ну просто давайте защитим его, давайте не будем его добивать сегодня. Слушайте, ну может человек играть, он играет. Ну да, он играет, ему нравится, получает удовольствие, пусть и не очень успешно, ну и ладно, зато он старается. Как там моя команда была? НВМА или как-то нам везет, мы играем? Да-да-да. Скоро, что сегодня день, знаешь, не хочется, ребят, души. То есть вот, вот, просто вот замес, вот стоит палка пугная. Вот я бы посмотрел с удовольствием, сколько конкретно несла палка пугная в этом замесе траки, потому что, по сути, палка пугная, это как будто ты скастовал один спелл в замесе. Ну и там у него пошел кулдаун. И вот сколько раз она выстрелила, я бы посчитал, потому что это просто дичь. Один Незер Вард и столько полезного в замесе. Весь замеса стоял. Оп-оп-оп, пошел. Заметь, хадреска учена, я говорил, хадреска. Да. Там, конечно, по плану другие этого были, но она не получила. Я думаю, что они взяли Мипаря до того, что мы посмотрели с вами тщательную картинку Мипаря в наших статистиках, потому что каждый раз, по-моему, все орут с нее, и она и вправду великолепна. Ну да. Геомансер здесь. Геомансер. Геомансер. Олдскул. Алды помню. Да, не только Алды, он так себя сам называет. Вот, вот она, вот она. Я ее ждал. В принципе, такое лицо у него было, наверное, в этой игре. Говорит, куда я попал? What happened to me? Ну, это Реллблейд он, кстати, успел собрать. Если бы он не успел его собрать, то там провал был бы. Вот второй тоже раз, два. Прикольно, слушай, так, картинок у него. Одна, вторая. Они еще как красиво отрисованы. Посмотри на них. Акварель просто. Уважение дизайнеру. Дэмэдж. Ну, Пугна топ-1. И там вар где-то тысяч долларов нанес. Да, просто стоит в устиках. Да, Пугня здесь была супер кайфовая игра. Слушай, ну, ВП, что можно сказать, они спрогрессировали. Они играют разными стратами, уже там имеют некоторые наработки. Причем побеждают уверенно. Уже в пиках прослеживается баланс. И приятно, что вот при таких слабых команд они отыгрывают разными вариантами. Там где-то Луны бегают, там где-то Брюмастер берут. Еще каких-то героев-то есть. Приятно смотреть за этим. Да, это правда. Вертус Про, по идее, сейчас на первом месте должны быть. По идее. Я не знаю, как там считается по картам. Но в личной встрече они Тим Спирит переиграли в первом туре 2-0. И поэтому по-хорошему они должны быть топ-1 сейчас. Ну, хо, одним и вторым, мне кажется, все равно играют. Без разницы, первая-вторая позиция. Потому что первая-четвертая будет играть, вторая-третья. Главное, чтобы они не играли друг с другом. И дальше вырисовывается хороший финал. В виде Тим Спирита против Вертус Про. Да, ну а завтра ожидают матчи Немига Хеллрейзерса и Джентльмен Флай Ту Мун. Все это дело начнет с ремонтаж, как и сегодня, в 5 часов вечера. Поэтому, друзья, париматч продолжается. А мы с вами на сегодня заканчиваем. С вами была студия аналитики, ведущая Crystal May, Light of Heaven вместе с Майлухой. Спасибо вам, друзья. Всем пока-пока.